Улица Свободы тоже попала в проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Протяженность участка почти 600 метров от улицы Победа до пересечения с улицы Калинцева. Со сроками подрядчик уже затянул. Но ревизорам из администрации поясняют, было очень много проблем. Под остановками был провален асфальт, пришлось сделать новые платформы. На чем нужно было обесточивать троллейбусные провода, асфальт укладчик задевал их. К тому же на Свободы целых 10 парковок. Там не было асфальта, где мы строим парковки. И была болотистая местность. Болото. Мы выкапывали котлован, выкачивали воду, опять же геоткань, бетон и так далее. Вот здесь сплошные болота были, в той стороне. Заместителю главы администрации тоже есть что возразить. Простых объектов не бывает в принципе. К тому же этот же подрядчик сорвал сроки ремонта на улице Радищева. На участке от Ташкентской до Некрасова. Проблема-то в чем? Вы верхний слой сняли и у нас месяц уже вся улица, почти километр, она стоит без верхнего слоя. И колодцы выпирают. И в общем-то проблем-то там приличное количество. Если вы понимаете, что вы не можете приступить в срок, вы хотя бы верхний слой зачем снимать? Потому что ездили бы так люди. Позвольте ответить. Давайте. Дело в том, что геоподоснова изначально, ту, которую нам дали, не соответствует действительности. То есть вся практически электрика, разводка схем электропроводки находится на расстоянии не глубже, чем 28-29 сантиметров от поверхности асфальта, замечу. И соответственно, перед тем, как укладывать асфальт, верхний слой, как переделивает, соответственно, нужно сначала поставить дорожный борт БР-130-15. А чтобы это сделать, нам разрешительную основу документов дали только через две недели, вот как мы демонтировали. На свободу обещают, что работы будут вестись и ночью, и по выходным. До конца следующей недели дорогу завершат. На родящего подрядчику нужно еще пару недель, примерно до середины сентября. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.